За Арселор Миттл Тимиртау стоят серьезные ребята. Почему строительство первой АЭС в Казахстане отдают французам и кому нужна страна неучей? Здравствуйте, меня зовут Илья Самохвалов. В эфире вновь обзор Зоны Кейзет, в котором мы рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях недели, отмеченных в казахстанских телеграм и ютуб-каналах. Страна до сих пор приходит в себя после шока Черной Субботы. Сегодня, 1 ноября, родные и близкие все еще прощаются с погибшими горняками шахты имени Костенко. Поисками глубоких причин крупнейшей в истории независимого Казахстана промышленной катастрофы заняты авторы телеграм и ютуб-каналов. В Казахстане трагедия подобного масштаба была только в 2006 году, когда на шахте имени Ленина погиб 41 горняк. На сайте петиции Алаш Онлайн казахстанцы создали письмо к президенту Казахстана с требованием привлечь к уголовной ответственности инвестора Арселор Миттл Тимиртау Лакшми Миттлла и управляющего компанией Палаватху Кришнана. Но министр промышленности Канад Шарлопаев прямо сказал, что привлекать к ответственности иностранных инвесторов не будут. Мы, конечно, не знали, что инвесторы в Казахстане не подсудны, но давайте дождемся вердикта правоохранительных органов. К слову, до сих пор не опубликованы списки погибших шахтеров. На Ближнем Востоке разворачиваются не менее трагичные события. В секторе газа уже более 9 тысяч погибших, почти половина из них это дети до 14 лет. Между тем, телеги фактчек заявляют о фактах, когда фото о массовых демонстрациях в поддержку сектора газа или демонстрации военной техники Израиля создает искусственный интеллект, прибавляя им массовости. Израилю ставят в вину, что под видом борьбы с террористами он занимается уничтожением целой нации. Но вернемся к мирным новостям. В Казахстане создадут институт по изучению проблем Каспийского моря, а эпидемиологи хватаются за головы. В нашей стране уже зарегистрировано свыше 10 тысяч подтвержденных случаев кори. 90% заразившихся – это дети. А в столице страны одни форс-мажоры. То город погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, то отключили горячую воду и отопление. Следом по периметру Астаны выставили 7 блокпостов в направлении городов Караганда, Косши, Павлодар и Кокшетау, а также на подъезде к международному аэропорту. Астанчане стали не на шутку нервничать, но оказалось, что это меры безопасности накануне визита в Астану мировых лидеров. 3 ноября в столице состоится 10-й юбилейный саммит организации тюркских государств. А сегодня в Астану прилетел президент Франции Эммануэль Макрон, основной целью визита которого, как выяснили телеграммеры, являются переговоры по строительству атомной электростанции в Казахстане. Телеграммеры уверены, что все эти коммунальные ЧАЭС и череда визитов лидеров европейских стран в Казахстан не случайны, ведь они правы в своих сомнениях. Но перейдем к комментариям и новостям телеграм-каналов. Экономист Олжас Байдельдинов убежден, общество, ожидая, что переход Арселор-Миттл-Тимиртал в государственную или в квази-государственную собственность будет полезным, может сильно разочароваться. Об этом он и пишет в своем телеграм-канале. Трагическая гибель шахтеров стала поводом поднять всю историю появления в Казахстане индийского инвестора Лакшми Миттл-а. Телеграм-канал Байдельдинова комментирует передачу ютуб-канала Орда Ньюз. Ее редактор Гульнара Башкенова вместе с политиком Булатом Абиловым пытались составить картину 28-летней давности, когда ЛНМ-групп Миттл-а пришла в Казахстан. Это было в 1995 году. 17 ноября Карагандинский металлургический комбинат был передан ей в собственность по балансовой стоимости 300 миллионов долларов. Автор телеграм-канала сообщает, что Лакшми Миттл вовсе не является ключевым акционером компании, несмотря на преподносимую в казахстанских СМИ, картину. Семья Миттл-а, согласно официальной информации, напрямую владеет только 40% глобального холдинга, пишет телеграмер. Среди крупных акционеров, если кто не знал, 4 крупнейших инвест-холдинга The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation и Fidelity Management & Research. Им принадлежат частично или полностью почти все крупнейшие корпорации мира. И это не теория заговора, это реальные данные. И это очень серьезные ребята. Может ли Казахстан забрать или национализировать 100% АМТ? Я сомневаюсь. The Vanguard Group, BlackRock контролируют и распоряжаются активами в мире на сумму свыше 13 триллионов долларов, пишет автор. И как уже известно, вопрос ухода инвестора из Казахстана был решен еще раньше, а не после гибели 46 горняков. Как сообщает телеграм-канал, в феврале 2023 года inbusiness.kz публиковал статью, в которой говорилось, что правительство Казахстана предлагало миллиард долларов за этот актив. Но Лакшми и акционеры озвучили сумму в 3 миллиарда долларов. С точки зрения коммерческой сделки, купить компанию за миллиард, которая приносит около 500 миллионов долларов, это хороший вариант. А купиться через два года за 3 миллиарда долларов уже не так привлекательно, пишет Олжас Байдельдинов. А в диалоге Гульнары Башкеновой с Булатом Абиловым в ютуб-канале Орда Ньюз, который комментирует экономист, называется сумма сделки в миллиард 800 миллионов долларов. По этой цене государство готово купить АМТ. Эта сумма была в августе и сейчас снижена. Но взрыв и гибель рабочих ускорила процесс. Но повлияла ли она на цену вопроса? Какая цена? Мне все те же источники не говорят, но утверждают, что правительство сбило цену Митталла. Был торг, он требовал 1,8 миллиардов. Но на сколько сбили? Цифру ухода не озвучивают и похоже, что ее не обнародуют. Автор считает, что опасаться того, что информация будет засекречена, не стоит. Цена сделки будет известна, даже если правительство засекретит ее. Арселор Митталл это глобальный публичный холдинг, акции которого торгуются на биржах Нью-Йорка, Парижа, Амстердама и на испанских площадках. Рано или поздно они будут обязаны отчитаться об условиях крупной сделки с правительством Казахстана, пишет автор. В чем проблема сейчас этого нашей национализации госуправления? Сядут люди нужные, близкие, где-то чего-то и начнут это пилить, продолжать. Вот проблема. Я переживаю. Гуликин, о чем речь? Вы так говорите, что придут сейчас люди. Я Вадима Абасина знаю, неплохой менеджер, управленец. Где команда, где люди, в чем он себя проявил? Но план, что оставить себе или все-таки они будут искать инвесторов? Проведут аудит, а потом какая-то стратегическая задача продать же, наверное? Продать. Продать, но еще раздельно, Гулике. Продать раздельно, чтобы еще раз. В диалоге с журналистом Булата Билов признается, что 28 лет назад при продаже шахтерского производства высокопоставленный чиновник требовал с него взятку в размере 100 миллионов долларов. Что да, 100 миллионов долларов было передано. Но тогда почему нас выгнали, Гулике? Меня, Мухтараджакиш, выгнали. Я подтверждаю, с меня просили деньги, с меня просили долю. Я ввел переговоры. Я ввел переговоры. С меня просили долю, с меня просили деньги. Я сказал, нет, это невозможно. Кто просил? Не могу сказать. Вы говорите, это так, ну... Не могу сказать. Один из людей, который ходил тогда в топ-3, в топ-5, в топ-3, топ-5 ходил нашей страны. Известный человек, имя его там на слуху, еще что-то. Он сейчас входит в топ? Нет? Нет, он уже не входит. Они все такой на заслуженной пенсии. Вы не можете это сказать, потому что это чревато судом? Не, не только судом. Я просто считаю, что, может быть, еще время чуть не пришло, да. Ну, я обязательно это озвучу. Кто же тот чиновник? Телеграм-канал Нур Соловей прямо назвал Акижана Кожигельдина, который в тот момент был премьер-министром и больше 20 лет проживает в Лондоне, сообщает телеграммер. Словом, вопросов тут еще много. А один из ключевых – это, насколько эффективной будет работа компании в государственной собственности. Купить ее может АО «Фонд национального благосостояния» Самрук Казана. Между тем политологу Разгали Сельтеев в своем телеграм-канале «Сельтеевсвью» пишет, что страна вошла в острую фазу инфраструктурного кризиса. Ведь проблема не только в беспредельном отношении Лакшми Миттелла, который выкачивал ресурсы и прибыль, но не вкладывал в технологическое и социальное развитие предприятия. Он зарабатывал так, как ему позволял Казахстан на протяжении 30 лет. Зарубежные инвесторы, в руках которых находятся наши промышленные гиганты, ведут себя как рабовладельцы, поскольку видят, что нет соответствующего государственного и общественного контроля за их деятельностью, рассуждает телеграммер. Не новость, но полезно повторить, что госинспекция труда и службы промышленной безопасности в регионах варятся в своем котле. Их работа в тени, а должна быть максимально прозрачной. Большинство инспекторов в хороших отношениях с компаниями, которые проверяют. А профсоюзное движение? Оно давно истреблено. Почти все профсоюзы бутафорские и номинальные не защищают права не работников, а работодателей. И если бы институты были реально работающие, у правительства были бы переговорные позиции со всеми нерадивыми инвесторами гораздо сильнее, чем сейчас. Очевидно же, где требуются реформы. Пора уже горькие выводы из трагедий трансформировать в системные решения, заключает политолог. Жару поддает телеграм-канал Нурсултанский Соловей. Телеграм-канал сообщает о возможной атаке боевиков международных террористических организаций на страны Центральной Азии. О возможности такого рода атаки заявил ветеран спецслужб Кыргызстана Дин Мухаммед Алмамбетов. Эксперт по безопасности уверен, что разведсообщества США и Великобритании готовят государственные перевороты в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане при помощи боевиков радикальных группировок исламистского толка. При этом он утверждает, что планирует операцию Абдул-Гани Бородар. Он является мулой и занимает пост вице-премьера по экономическим вопросам внутри запрещенного движения «Талибан». Он также известен как опытный полевой командир. По информации Алмамбетова, под руководством Бородара в Афганистане уже сформированы центры подготовки боевиков, которые объединятся со спящими ячейками исламистов в Таджикистане в преддверии выборов президента Таджикистана Эмамали Рахмона. Они назначены на 2024 год. Информацию Алмамбетова косвенно подтверждает заявление руководителя ФСБ России Александра Бортникова. На Совете руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ он сообщил, что власти США и Великобритании могут создать очаги напряженности в Центрально-Азиатском регионе, используя свои связи с незаконными вооруженными формированиями в Афганистане и политически значимыми лицами, которые являются проводниками идей радикального ислама внутри самих стран. Телеграм-канал поднимает и тему строительства атомной электростанции. Разворачивается настоящая битва за этот госзаказ. И если экономист Байдильдина в своем телеграм-канале ставит под сомнение, что отключение электричества в Астане накануне визита Макрона не случайны, то, исходя из текста телеграм-канала Нурсултанский Соловей можно сделать выводы. Да, не случайны. С визитом президента Франции Эммануэля Макрона ждут и в Узбекистане. Считается, что он намерен обсудить с властями двух стран широкий спектр вопросов экономического сотрудничества, энергетики, транспортной инфраструктуры и продовольственной безопасности. Но, по мнению авторов, есть все основания полагать, что истинная цель визита Макрона решить два вопроса. Это строительство атомных электростанций и наращивание поставок урана. Его визит можно рассматривать как финальную точку в переговорах по строительству АЭС силами французской компании «Электрисите де Франце». Кстати, телеграммеры напоминают, что в 2023 году Астану и Ташкент уже посещали министр внешней торговли Франции Оливье Бешт и делегаты той самой французской компании. В Ташкенте Бешт озвучил готовность Франции предоставить ядерные реакторы нового поколения. А в Астане встречался с министром энергетики Алмас Адамом Садкалиевым и тоже заявил, что Франция готова построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Напомним, что строительство АЭС готов начать и Росатом, который имеет самый большой опыт строительства подобных объектов за рубежом и большой опыт реализации подобных проектов в составе международных консорциумов. Продолжим обзор. Россияне больше не смогут покупать в Казахстане новые Порши. Об этом сообщает телеграм-канал Протинге. Авторы приводят слова директора официального импортера Порши в Казахстане Гаухар Кабдрахимовой. Цитируем. «Резкий рост продаж Порши в Казахстане начался еще в 2019 году, и мы ежегодно росли в среднем на 40%, сообщила она журналистам. Мы подписали юридическое соглашение о том, что не имеем права продавать машины гражданам Российской Федерации. И мы сделаем все возможное, чтобы избежать этих продаж». Вопрос, насколько законны такие санкционные ограничения на территории Казахстана, телеграмер не комментирует. Что ни говори, мы с вами являемся свидетелями беспрецедентных запретов в истории мира, когда людям определенной национальности и из определенной страны нельзя ездить на автомобилях определенной марки. Ну а рост продаж на 40% импортерам Порши в этом году, судя по реплике директора, ждать уже не стоит. А вот телеграм-канал RedKazah объявил, что будет рассказывать малоизвестные исторические факты, бороться с историческими мифами и фальсификацией истории, которая разжигает межнациональную рознь. Сегодня эта тема, согласитесь, одна из самых актуальных, потому что касается безопасности каждого из нас. Посмотрим, что тут пишет телеграмер. Неолиберальные реформы, то есть сокращение вмешательства государства в экономику, которые много лет проводит Казахстан, коснулись из сферы образования, пишет телеграм-канал. Деградация высшего образования страны – это результат приватизации высших учебных заведений, а также баллонской системы, когда вводятся единые стандарты обучения, призванные создать единое европейское пространство высшего образования. Автор сообщает, что 60% выпускников казахстанских вузов не могут найти работу по специальности, потому что полученное ими образование никуда не годится. Внедрение шаблонов западной системы убило наше образование. При этом стоимость обучения у нас выросла в два раза за последние пять лет. Сегодня в Казахстане учатся 580 тысяч студентов, и около 100 тысяч казахстанских студентов ежегодно обучаются за границей. Из них 68 тысяч в поисках хорошего образования выбирают российские вузы. Выбирают Россию, которая занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов. Сегодня Россия расширяет количество грантов для студентов из Казахстана в рамках программы Россотрудничество. С 2012 года количество казахстанских студентов в России увеличилось в два раза. 40% казахстанских студентов обучаются в России по гуманитарным специальностям, 35% по инженерным специальностям, 25% естественным наукам, в основном в медицине. К чему все эти цифры, спросите вы? К тому, что попытки запретить русский язык в Казахстане и переход казахского на латинский алфавит это отсечение казахстанских студентов от качественного высшего образования, убежден телеграммер. И в первую очередь в России. Там еще готовят относительно недорого на доступном языке. Инженеров и врачей, подчеркивает автор. Тем временем в Казахстане кадровый голод. Не хватает 30 тысяч человек в сфере здравоохранения. Не хватает и инженеров. Для строительства и промышленности привлечены 2300 иностранных специалистов. Даже в самой прибыльной сфере экономики, нефтяной, работает большое количество иностранного инженерно-технического персонала. Западному капиталу, который владеет 70% наших ресурсов, не нужны местные высококвалифицированные кадры, делает вывод телеграммер. В Казахстане нужна дешевая рабочая сила, которая по причине неграмотности готова работать за копейки. А нужного инженера проще пригласить из-за границы, как это делают американские, европейские, турецкие и китайские компании, работающие в Казахстане. У нас даже появились иностранные пилоты, которые летают на внутренних рейсах казахстанских авиалиний. Потому что дешевле найти готового экспата, чем взращивать местные кадры. И в завершении еще одна тема для размышления. Ее предлагает телеграм-канал фактчек.кз. Авторы телеги сообщают, что 24 октября Бюро по туризму Алматы опубликовало объявление на организацию пресс-тура для зарубежных блогеров. Акимат планирует потратить на это мероприятие 60 миллионов тенге. Поставщика еще не выбрали. Согласно тех спецификаций, власти планируют привезти аж 30 блогеров из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Израиля, Турции, Сингапура, Южной Кореи, Испании и Китая. У каждого из них должно быть не менее 300 тысяч подписчиков, а охват аудитории не менее 500 тысяч пользователей. Блогерам оплатят перелет, проживание в отеле, питание, подарят им памятные подарки. Организуют пресс-тур, экскурсии по знаковым туристским местам. А потом они должны будут выложить в соцсетях фото, рилсы и истории. Список счастливчиков еще не опубликован. Какие тут вопросы? А их несколько. Оправдают ли рассказы блогеров, вложенные в них миллионы? И не повторится ли история прошлых лет, когда, например, в 2021 году в список блогеров попали почетный консул Казахстана в Румынии, генеральный менеджер Tukish Airlines в Румынии и мертвые души в роли подписчиков. И, кстати, кто-то анализировал эффективность заезда прошлых лет? Это был еженедельный видеообзор зоны Кейзет самых популярных казахстанских телеграм и ютуб-каналов, подготовленный журналистом Аллой Злобиной. А с вами был я, Илья Самохвалов. Всего вам доброго. Продолжение следует...